Здравствуйте, мои дорогие, с вами Дина! Добро пожаловать на мой канал «Коллекция рецептов»! Из древле на Руси использовали топленое масло, с давних времен ценят его и в Индии, но там его называют «жидким золотом» или «маслом кхи». Используют топленое масло не только в кулинарии, но и в косметологии и медицине. Для приготовления топленого масла необходимо брать очень свежее сливочное масло с максимальной жирностью, без добавления растительных компонентов, лучше, если это будет домашнее. Желательно готовить топленое масло в широкой кастрюле с толстым дном, только не в алюминиевой. Я воспользуюсь кастрюлей из нержавеющей стали. Масло можно заранее достать из холодильника или порезать его на куски, но я ни то, ни другое не делаю. Перекладываем масло в кастрюлю, устанавливаем ее на плиту и включаем нагрев ниже среднего. Даем маслу медленно растаять. В процессе нагревания появится пена, и на поверхности масла образуется белая пенная шапка. В этот момент масло можно перемешать, убедившись, что оно полностью растаяло. Как только масло закипит, нагрев необходимо переключить на самый малый, но чтобы при этом оно продолжало кипеть. Пока масло топится, перемешивать его не надо. В процессе томления масло разделится на три составляющих – вода, которая выпарится, молочный белок, который осядет на дне кастрюли и останется чистый молочный жир – это и есть топленое масло. В зависимости от исходного количества масла, процесс вытапливания может занять от 30 минут до нескольких часов. В моем случае, чтобы приготовить топленое масло из 2 кг сливочного, потребовалось 2 часа. Готовность масла можно определить следующим образом – оно становится абсолютно прозрачным, красивого янтарно-золотистого цвета, с приятным ореховым ароматом. Топленое масло идеально подходит для жарки продуктов, оно не горит, не пенится, и в сравнении со сливочным его требуется гораздо меньше. Но имейте в виду, это очень калорийный продукт и злоупотреблять им не стоит. Ближе к концу приготовления весь молочный белок оседает на дне кастрюли, становясь слегка золотистого цвета, а само масло приобретает приятный сливочно-ореховый аромат. Не пропустите этот момент, в противном случае белок сгорит и масло будет испорчено. Удаляем с масла остатки пены и снимаем кастрюлю с огня. Разливаем готовое масло в чистую сухую посуду через мелкое сито, которое можно дополнительно выстелить марлей, сложенной в несколько слоев. Будьте осторожны, масло очень горячее. Оставляем посуду с маслом в открытом состоянии до момента, пока оно полностью остынет, чтобы не образовался конденсат, и только тогда накрываем крышкой. Застывшее масло внешне напоминает густой засахаренный мед, имеет красивый желтый цвет, приятный сливочно-ореховый аромат и зернистую структуру. После полного остывания убираем масло в холодильник, где оно может храниться до года, но даже при комнатной температуре оно не портится в течение нескольких месяцев. В итоге из 2 кг сливочного масла у меня получилось 1,8 кг топленого. Блюда, приготовленные с использованием топленого масла, обладают более нежным ароматом и сливочным вкусом. Рекомендую приготовить и попробовать. Если вам понравилось это видео – ставьте лайк, поделитесь им с друзьями и оставьте свой комментарий. Подписывайтесь на мой YouTube канал «Коллекция рецептов» и нажмите на колокольчик, чтобы получать оповещения о выходе новых видео. У меня на канале в плейлисте «Кулинарные советы» есть и другие видео, которые могут быть вам полезны, посмотрите, если еще не видели. Все ссылки на экране и в описании. С вами была Дина, до новых встреч, до новых вкусных рецептов!